В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудо. На стене храма проступил лик святителя Николая. На месте событий побывала наша съемочная группа. Летом осужденные, которые посещают церковь, решили сделать ремонт помещения. Поставили леса, сняли со стены коны и были поражены. На том месте, где находился образ Николая Чудотворца, проступил лик святого. Она еще никак не могла остановиться по себе, отпечататься. Это фанера толстая. Еще, наверное, 2 сантиметра между стенкой и фанерой расстояние. Ну, никак не могла сопечататься. Тем более, она маленько прямо, а этот лик маленько проедет. Видите, маяк отошел. Как, что можно сказать. Примечательно, что произошло это в первый день Великорецкого крестного хода в честь явления иконы святителя Николая. И это не единственное чудо в колонии. У меня сколько уже здесь людей было. Наберешь, человек 15 ходит нормально. Потом раз, их освобождает. Их снова надо набирать заново. Тяжело очень. И вот эти ребята, вот сейчас только стал в коллектив собираться, и сразу покрылись маслицем. Эти много икон покрылись маслицем. Там Матроны, потом Богородицы, потом Серафима Саровского покрылись. Тоже это знак такой, чтобы люди подумали, что вот смотрите, чудо. Нам тоже это усерднее молиться может. Сердце будет не как камень, а уже будет помягче размягчиться. Помогает размягчать сердца и возвращать осужденных к нормальной жизни и психологическая служба колонии. Кирилл Дресвянников в этом году закончил Вологодский институт права и экономики в СИН России. В Верхнекамский район приехал по распределению вместе с женой. Служит чуть больше двух месяцев, но уже уверен, что профессию выбрал правильно. Даже просто прийти порой, поговорить, выговориться с человеком, это уже ему будет плюсом. Он уже почувствовал, что его кто-то выслушал, его уже кто-то понял. В любом случае. И вот именно наша работа в этом и заключается, что мы должны как-то способствовать тому, чтобы помогать осужденным выйти из какой-то трудной жизненной ситуации. Просто побеседовать, провести с ними коррекционные занятия, тренинги. И уже сейчас пообщаться с новым психологом выразили желания осужденные, которые раньше вообще не хотели идти на контакт. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.